Всем привет! Вы на канале Тренер Хапаев. Сейчас несколько слов опять о том несоответствии восприятия информации, которую вы слушаете у меня или у других экспертов, и пишете вот эти два лагеря, которые один не сделал операцию, другой сделал операцию. Тот, кто не сделал операцию, лучше знают вот это самое абсурдное, что те, кто не сделал операцию, лучше знают, какие последствия могут быть после операции, а тот, кто сделал операцию, ну даже нет сил или нет желания вообще что-либо доказывать, потому что тот, кто сделал операцию, он живет нормально и у него все хорошо. Но почему-то те, кто не сделали, думают, что вот там смертники. Но я вам сразу хочу сказать, умрем мы все. Вот смотрите, я сейчас для начала прочитаю сегодняшнее сообщение, получил только что вот в группе от нашего соратника. Он пишет, он занимается по моей реабилитационной программе, то есть вот как я после операции реабилитировался, вставал. Я вам сразу говорю, у меня не самая большая скорость реабилитации была, не самая высокая, вот потому что со мной были рядом женщины, которые намного меньше меня весят, более изящные, и они восстановились чуть быстрее, чем я. Но тем не менее, вот человек пишет, Олег, здравствуйте. Прошел почти месяц, как начал с вами тренироваться. У меня эндопротеста в забедренном суставе. Утром делаю тренировки, как далее, в реабилитационном центре с последующими нагрузками и добавлением упражнений. Во второй половине дня делаю ваши тренировки. То есть он проходит реабилитационный центр официальный, да, и плюс еще мою реабилитацию. Поражаюсь вашей натренированности и выносливости. У меня разница с вами по дням где-то 30-35. То, что вы делали на 36-й день после операции, у меня 67-й день. Просто поразительно, как это у вас получается. Буду дальше двигаться по вашему графику. Скажите по оплате, нужно день в день переводить деньги или можно раньше. Вот такое сообщение. И такие сообщения, ну, постоянно, каждый день, там, по два, по три я получаю. Ну, как благодарность, да. Но, несмотря на это, люди, которые, да, да, есть еще категория людей, которые сделали операцию. Вот я сегодня одного заблокировал на Ютубе. Значит, он два дня писал. То есть я сижу оперированный. Сидит рядом со мной моя подруга, ну, которая стала подругой, потому что познакомились вот на фоне этих всех операций, которая у меня была на консультации в самом начале. В моей деятельности. И сейчас мы уже дружим, делаем семинары вместе. У нее гостевой дом. Она прекрасно выглядит в своем возрасте. Она сидит рассказывает, что у нее вот эндопротез, что она прекрасно строит гостевой дом, помогает мужу по хозяйству, по строительству, в уборке, везде. Ни в чем себя не ограничивают. Плюс она прекрасно тренированная. Прекрасно тренированная. Прекрасная растяжка, прекрасная гибкость, прекрасные силовые качества. Но нет, находится вот один долбоящер, который пишет, что вы тут рассказываете, такого быть не может. Но как не может быть, если у меня видео, вот я после реабилитации, сразу же там, да, где-то, ну, через, так скажем, месяцев через 9, через 10, я уже выступал на соревнованиях. Но я выставляю это все. Все это видеоматериалы все есть здесь, на ютубе. Я выставлял их. И выставляю дальше. Опять я готовлюсь на соревнования. В мае, в июне будут соревнования. Я жму лежа штангу, где требуется упор ногами. Упор ногами. То есть мы не лежим на лавке, как это кажется, да. Мы стоим на лавке. То есть наши ноги принимают нагрузку. Я жму 200 килограмм. Я поднимаю на бицепс 80 килограмм. Я стою с этим весом. Я стою с этим весом вертикально. Мои ноги держат не только мой вес, но еще плюс 80 килограмм, которые я еще импульсно закидываю наверх. То есть это дополнительная нагрузка на суставы. Никакой реакции, никаких побочных явлений не присутствует в эндопротезе. Я про него забыл уже. Ну, вот если бы не, это самое, не травма, который вот подскользнулся, упал, да, вот такое, такое, такая вот беда случилась. И попал снова на стол. Но это никак не связаны друг с другом. Все эти вещи. То есть у меня упал, два месяца тому назад упал, абсолютно здоровый, без операции, ну, мой товарищ. Помоложе, поздоровее. Тоже упал и делают, сделали ему тоже сложную операцию. Вот. Поэтому где бы знать, куда соломку подстелить, да, куда вы будете падать, было бы вообще хорошо. Поэтому, ну, вот кто хочет что-то написать, какую-то грязь излить, вот, или какой-то страшный случай описать, да мы знаем, есть эти страшные случаи. Еще раз повторяю, процент, процент неудавшихся операций составляет один процент. Один процент. Там с парашюта больше процентов риска. Через дорогу страшнее переходить, чем сделать операцию. Прекратите вы вот эту ерунду писать. И теперь в конце, что я хочу сказать. Хотите тренироваться? Вступайте в группу, тренируйтесь. Ссылку я оставлю внизу. Хотите со мной дистанционно пообщаться? Напишите в WhatsApp, я номер телефона оставлю. Напишите в WhatsApp, что вы хотите пообщаться, проконсультироваться. И мы с вами договоримся об удобном времени. Вот так. Все. Всем пока. Всем живем без боли. И думаем, прежде чем говорить, что-то думаем.